Итак, всем добрый вечер. Меня зовут Дмитрий Акимов, я директор детского благотворительного фонда «Кораблик». Фонд наш занимается помощью детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям. И сегодня я хотел бы рассказать о двух наших проектах. Это проект адресной помощи, с которого начинался, в принципе, наш фонд, и с большого волонтерского проекта, задачу, которую мы перед собой поставили тоже с момента основания нашего фонда, даже немножко раньше. После этого я предлагаю поговорить уже о каких-то таких подводных камнях руководства фондом, о том, с чем мы сталкиваемся при решении наших задач, и как найти вот этот баланс, компромисс при нашем движении к нашей цели. Итак, давайте прямо начнем. Я кратко расскажу просто про сам фонд. Мы начинали, как и многие люди, в общем-то, пришедшие в благотворительность через свои какие-то адресные истории личные. Ну, вот в нашей семье лично моя столкнулась с такой историей, как лечение ребенка от редкого онкозаболевания. И это, в общем-то, я так понимаю, случай не единственный. Многие приходят в фонд через какие-то свои адресные истории. Ну, в общем, мы, к сожалению, ну, в свое время, это уже более 10 лет назад, вылечить малыша не сумели. Но уже в то время я плотно общался с разными благотворительными фондами, плюс мы еще имели опыт лечения ребенка не только в России, но и за рубежом. В общем-то, нас в те далекие годы в случае редких заболеваний было принято сотрудничать еще с зарубежными врачами, нас тогда отправляли друзья. Я видел, как решаются вопросы, например, волонтерских проектов в других странах. Ну, мне было лично очень интересно. Поэтому, когда мы в нашей стране уже здесь лечили ребенка, то мне хотелось этот опыт зарубежного сотрудничества воплощать, делать его возможным, ярким. И плюс здесь тоже уже развивались организации. Даже вот те, кто сидит в зале, уже ребята рассказывают о деятельности более 10 лет, например. Это очень здорово и круто. Поэтому, я думаю, я сегодня поделюсь опытом развития нашего фонда. И наверняка вы, может быть, тоже что-то мне подскажете опыт развития своих проектов в ваших городах. Итак, фонд «Кораблик». На сегодняшний день фонду 7 лет. Именно, как вы упомянули, тоже официально зарегистрировано. Да, официально зарегистрировано немножко больше, чем 7 лет назад. На самом деле, мы как волонтерская группа существовали с 2008 года. То есть, это получается уже 12 лет. То есть, мы начинали в онкоотделениях работать, помогать семьям и адресно, и, в общем-то, старались сделать жизнь детей в онкоотделениях ярче, чтобы они отвлекались от негативных эмоций. Ну, в общем-то, уже 7 лет мы приняли решение, что создаем свой фонд. Вот как раз в то время, когда мы работали с онкоотделениями, я вот лично понял для себя, что как раз дети с этими заболеваниями, они неплохо, в общем-то, поддерживаются. Поскольку мы работали в одной из таких крупных скоропомощных больниц Москвы, мы познакомились с семьями, с целыми группами детей с другими заболеваниями, которые никак не связаны с онкологией, в том числе, допустим, с аутоиммунными заболеваниями, которым помощь нужна. То есть эти дети на наших глазах просто порой рассыпались, врачи, поскольку эта ситуация, в общем-то, для многих. Ну, врачи шутят, что с онкозаболеваниями, хотя бы у вас есть протоколы лечения, да, вот редкие аутоиммунные заболевания, то есть врачи на международных конференциях делятся своим опытом лечения конкретных заболеваний, но единого протокола часто нет. Поэтому для них это тоже, в общем-то, часто квод в мешке, а помощь детям нужна. И вот мы приняли решение, что создаем свой фонд, который будет помогать детям, попавшим в первую очередь в больнице по скорой помощи. У нас нашлись единомышленники, и, соответственно, у нас вот три учредителя фонда, которые приняли решение о его создании. Потом мы подбирали команду. Сегодня в нашем фонде работает 9 человек, как постоянная команда. Есть ряд медицинских экспертов, есть люди, которые ведут волонтерский проект, уже под конкретные договоры выполняют определенные задачи. То есть таким образом, где-то эта команда порядка 15 человек, ну и где-то чуть меньше, может быть, 300 волонтеров, которые являются нашим таким костяком. Вот. Ну, о проблемах волонтерского проекта я расскажу. Итак, давайте вперед тогда я буду пробовать. А, кстати, вот про адресную помощь. Хотите? Совсем коротенькая зарисовка. Просто лично у меня, например, было, когда мы ставили перед собой задачу поддержки детей, было такое предубеждение, что в адресной помощи обязательно нуждаются именно бедные дети. То есть, ну, вот такой образ, что вот именно бедные семьи, у них не решены вопросы прежде всего, каким образом вылечить ребенка. Если речь идет о деньгах, то у них этих денег нет. Вот, ну, в принципе, для этого фонды создаются. Дальше, когда мы стали работать уже много лет, мы поняли, что с этими вопросами сталкиваются люди, совершенно бывают, из богатых, обеспеченных семей. Просто в редких случаях они, получается, теряются. И так же, как обычные люди с низким достатком, они тоже растеряны и в некоторых случаях просто не знают, что делать. И тогда мы создали проект адресной помощи, который помогал людям прописать вот эту логистику получения помощи для конкретного ребенка. Вот здесь маленький ролик, он совсем просто обозначает потребность получения такой помощи. Вот так мы на него. Для родителей болезнь ребенка может стать настоящей катастрофой. В какую клинику обратиться? Как найти профессионала? И где получить консультацию по диагнозу? Где найти деньги на лекарства? Как получить бесплатное лечение? Подайте сигнал о помощи. Позвоните на горячую линию фонда «Кораблик». И мы поможем найти ответы на ваши вопросы. Фонд «Кораблик». Не боритесь с болезнью ребенка в одиночку. Как раз в свое время при поддержке фонда президентских грантов была создана у нас адресная служба консультативная. И так вот по итогам как раз программы адресной помощи. То есть у нас ежегодно обращаются сотни семей, это свыше трех тысяч обращений, когда мы именно помогаем прописать логистику организации прежде всего бесплатной помощи от нашего государства. Потому что особенно в дальних регионах люди часто натыкаются на некомпетентности. Мы вот уже с помощью московских экспертов, с помощью наших постоянных партнеров именно из крупномочных больниц помогаем людям достичь желаемого и прежде всего детям получить положенные лечения и здоровья. Консультативная служба, то есть сегодня у нас представляет взаимодействие и экспертов наших проектных команд, людей, которые занимаются именно технической логистикой, а также уже сотрудников наших НКО. Причем среди партнеров нам было очень важно включить туда и юристов, представителей страховых компаний. Потому что на самом деле все-таки мы говорим сегодня про бесплатное лечение, но бесплатным оно является для конкретной семьи, а ведь эту такую условную бесплатность организует именно страховая компания за счет взаимодействия с государственным лечебным учреждением. Это просто как пример. Вот один из экспертов наших, врач-генетик, например. То есть мы, когда сталкиваемся с конкретной просьбой семьи, то есть мы стараемся помочь не потому, что кто-то назначил или потому, что назначил это лечение, не потому, что семья хочет получить такое лечение, а потому, что ему это нужно. То есть мы опираемся на медицинскую выписку и реальную необходимость помощи конкретному малышу. Вот. Ну просто про объем помощи фонда. То есть сегодня у нас по адресной помощи мы помогаем. То есть это порядка 30 миллионов рублей в год. Это, в принципе, не очень много, но мы ушли от сбора. Я сейчас, когда мы будем подробнее рассказывать о схеме нашей работы, то есть я постараюсь объяснить, что мы перестали вообще как вектор брать, что чем больше соберешь, тем круче. То есть наша задача обеспечить как можно больше семей консультациями до адресной помощи. То есть мы прописываем бесплатную логистику. Нам кажется, в условиях, в которых работаем сегодня в нашей стране, это более перспективно. Люди благотворительные охотнее помогают благополучателям. И те, кто жертвуют, они охотнее помогают именно конкретной семье. Это так. Когда видят образ, когда видят ребенка. Да, это так. Но с этим мы, в общем-то... Многие фонды пытаются именно в проектную работу уйти. Мы действительно помогаем конкретным семьям, но мы этим семьям помогаем получить бесплатную помощь прежде всего. То есть понимаете, в чем разница? Они говорят, помогите нам денег собрать, но это лечение. Мы спрашиваем, на какое. Выясняем быстренько у экспертов. И вот выясняется ненавязчиво, что это прекрасное лечение. Можно пройти или в регионе, или в Москве. Понимаете? И вот мы ушли от темы сбора. И ушли от этого сбора, в принципе. И не оцениваем эффективность своей работы. Ну, это я вам хотел просто показать про... Вообще модель адресной службы. И дальше немножко поговорить про волонтерский проект. То есть мы в свое время поставили перед собой задачу, чтобы детям в больницах было веселее, да, как-то. И в первую очередь было не страшно, не грустно. И уже, скажем так, здесь работа в первую очередь с медицинскими специалистами, чтобы они старались детей отвлечь от каких-то негативных эмоций, их не создавать, если есть возможность. То есть, понятно, что бывают очень болезненные процедуры, операции. То есть мы от этого ни в коей мере... Ну, понятно, от этого невозможно отказаться, но внимание ребенка переключить можно. То есть для этого должна быть среда соответствующая. То есть когда малыш переступает порог больницы, по нашему, скажем, идеальному какому-то желанию, было бы здорово, если бы малыш чувствовал, что он оказался в своем детском пространстве, где он узнает сказочных героев, где яркие объекты, где у него веселое настроение. Вот. И вторая задача, то есть организация детского досуга. Вот. Как раз здесь про историю нашего волонтерского проекта, что он начался в 2008 году, еще до создания нашего фонда. Фонд был создан только в 2012 году. И сегодня уже наша работа такая волонтерская охватывает шесть подширпных больниц, и среди них две поликлиники. И, соответственно, в качестве досуговых мероприятий мы помогаем организовать более двух тысяч всяких волонтерских событий в течение года. Это, в принципе, не так мало. Вот. То есть мы исповедуем такую идею, что малыш даже в больнице может быть наполнен яркими детскими эмоциями. И мы стараемся привлекать всех тех, в ком эта идея также отзывается. То есть мы используем время в перерывах между лечениями, находим людей, которые согласны потратить свое время и добрую энергию для того, чтобы поделиться ими с детьми, и уже наполняем их жизнь таким образом, что дети даже привыкают к тому, что у них обязательно, допустим, послеобеденное время в больнице все время что-то происходит положительное. Или какие-то квесты, приходят писатели, читают им свои сказки, приходят студенты, проводят с ними какие-то игры. И даже бывают люди, которые с радостью приходят, говорят, если честно, я не знаю, что такого я могу сделать для ребенка. У меня вот есть время, у меня есть руки, у меня есть голова, но я, признаться, ничего особенного не умею. И тогда вот мы просто сейчас даем в руки этим студентам, прежде всего, людям с такими желаниями, просто конкретные пособия, чтобы обучить их этим навыкам, что просто приходи и делай. То есть создаем методики, при помощи которых он может выбрать, что ему по душе, и вместе с детишками это сделать. А бывают люди, которые говорят, я ничего не умею, я буду детям читать сказки. Но он так читает сказки, что его взрослые приходят слушать. Ну и писатели отзываются. На самом деле люди очень хотят делать добрые дела, но важно нам, чтобы это волонтерское движение не превратилось в толпу. Сегодня мы видим, какое внимание государство уделяет волонтерским проектам. Это очень здорово. У нас 2018 год был годом волонтера, президент объявил. И, в общем-то, на этой волне у нас очень многие лечебные учреждения откликнулись и пошли на диалог с НКО. Почему? Потому что некоммерческий сектор, он, в общем-то, глубоко знает уже проблемы изнутри тех групп социально незащищенных граждан, которыми он занимается. И, в общем-то, часто решает эти задачи нестандартно и, в общем-то, без денег. Но наша задача как профессионалов, как волонтерского центра, чтобы это движение волонтерское было правильно организовано и деятельность волонтеров уже соответствовала требованиям клиник, в которой мы работаем. То есть это все-таки ответственно прийти в больницу. И важно, чтобы здесь было взаимопонимание с руководством больницы, с лечащими врачами, со всеми администраторами и организаторами здравоохранения. И тогда получится все как нужно. Как нам всегда задают вопрос, откуда вообще этот поток волонтеров организовать? То есть нам приходится работать с высшими учебными заведениями, с специальными учебными заведениями. Мы не отказываемся от любых людей, которые полны энергии. Единственная наша задача их, скажем так, проверить на адекватность. То есть мы такую некоторую экспертизу проводим. В событийных. Нет, мы стараемся до этого не доводить до событийности. Сначала мы анкетируем их, беседуем с ними. Именно в акции каких-то аптезионных участвуют. То есть у тебя метода какая-то есть, как вы это делаете? Дело в том, что там тоже много добровольцев приходит. Это реально проблема, цените. Реально. Но стараемся, знаете как, у нас принцип наставничества. То есть прежде чем человека отпустить одного в поле, мы сначала с ним беседуем, рассказываем ему о том опыте, который есть, и о тех требованиях, которые выдвигают больницы. Потому что наш волонтерский проект направлен именно на детские лечебные учреждения. Поэтому смотрим, как человек реагирует на эти свод правил, на то, что есть вещи, которые можно и которые важны, но есть вещи, которые делать не стоит откровенно. Смотрим, как человек на это реагирует. Прикрепляем его сначала к волонтеру-наставнику, координатору волонтерских программ данной больницы. И смотрим. То есть было несколько человек, которых мы отсеяли. Ну, слава богу, в общем-то, нам встречались как-то с радостью, могу сказать, адекватные люди. Но, тем не менее, перестраховка здесь очень важна. А какое-то время вот этот интервал, прям прикрепленный, какой-то определенный интервал, а с каждым... Ну, несколько посещений, по крайней мере. Каждый проявляет по-разному, наверное. То есть вы можете проявиться как-то человеку, да, и смотреть? Да, да, да. Ну, минимум две недели он будет ходить с кем-то, и мы смотрим на него. Ну, особенно пристальное внимание к мужчинам. Многим вообще мужчин побаиваются, волонтеров. Ну, вообще, то есть это такой штамп, что это он к нам ходит. Ну, то есть это первая реакция врачей. А зачем нам, да? У нас есть клиники, с которыми мы только начинаем взаимодействовать, они задают вопрос, а как так? Зачем? К нам нужны волонтеры. Ну, а потихонечку смотрят, когда результаты работают, что расписаны стены оказались, что дети довольны, что появились подарки. Вот. Но мы при работе с волонтерами, мы понимаем, что здесь вообще важно привлечь людей, которые неравнодушны. Откуда их брать, этих неравнодушных людей? Тех, кто сам пережил, большинство все-таки остальных. Да, обращаемся совершенно верно к личному опыту, но приходится, честно говоря, работать даже с детьми. Мы понимаем, что это будущие граждане, да, и они не только будут обладать там избирательным правом голоса, но эти люди, это будущие наши волонтеры, будущие страны. Поэтому вот разговариваем с детьми, общаемся, выясняем, какой у них был общий личный опыт, в том числе в больницах. И вот нам важно, чтобы в детях что-то такое пробудилось, соответственно, особенно мы опираемся на тот опыт, который уже у детей есть. Кто-то полежал в больницах и спрашиваем, как тебе было там. Ну, то есть, на самом деле, здесь, конечно, важно, чтобы человек или мог психологически чувствовать эту границу. Ну, у меня есть, так случилось, у меня есть образование психолога. Ну, я здесь делаю не в образовании даже, просто, ну, мы как-то договорились, что детей лучше, ну, не цеплять слишком на личные темы, не переходить границ. Здесь мы очень аккуратно дозированы, просто без особых личных историй, просто выясняем, что у них этот опыт есть, и тогда у них чужая беда, скажем, информация о чужой беде легче ложится на этот опыт. Социальное волонтерство в детских больницах. То есть, помимо того, что просят организовывать группы, занимать, скажем так, чем-то группы детей, которые находятся на лечении, целое отделение, то у нас есть просьба о том, чтобы помогать самой больнице. Но мы вот пока ограничились тем, что привлекаем спонсоров, если удается корпоративных волонтеров привлечь, то мы обозначаем, скажем так, потребности больницы. Вот мы, допустим, есть у нас подшефные какие-то учреждения, мы выясняем какие-то беды наболевшие, да, есть, допустим, желание у врачей и согласие главного врача, согласие департамента здравоохранения сделать в данном пространстве игровую, допустим, да, то, соответственно, наша задача, если корпоративный волонтер появляется, мы эту задачу обозначаем, что вот есть и такая потребность. Есть у вас возможность, помогите. Нет, у нас вот даже все думают, что это какие-то супербогатые организации даже обязательно должны приходить вот на такое корпоративное волонтерство. У нас вот, например, к нам из года в год приходило отделение, ну, сотрудники просто частным образом отделения одного из банков, которые просто частным образом вот хотели, у них была собственная инициатива, они хотели делать спектакли, ну, помогать по мере возможностей. И вот так случилось, что мы поддерживали отношения все эти годы, мы им помогали организовывать их акции, договаривались с больницами, объясняли им правила работы в больницах. Вот, а потом выяснилось, что когда они... Кто-то из них пошел на повышение, стал серьезным уже чиновником в этом банке, стал выяснять, что, оказывается, связи сохранились, да, и люди решили продолжить свою волонтерскую деятельность, но уже на новом уровне. И они смогли нам привлечь руководство банков, смотришь, у них уже появились и игровые оснащенные, да, и люди также личными средствами вложились, в общем-то. То есть здесь очень важна такая, важна преемственность этих организаций. Вот, ну вот мы говорили о том, что очень важно, чтобы в волонтерском проекте, скажем так, эта деятельность была не стихийной, да, а правильно организованной. Вот, поэтому приходится опираться на некоторые правила, то есть должен быть обязательно координатор в такой группе, важно, чтобы было взаимопонимание с руководством самой клиники, и уже здесь какие-то меры нужно предпринимать по организации атмосферы в этой группе волонтерской, да, то есть чтобы человек чувствовал, что если кто-то перестал в больницу ходить, аккуратненько спросить, может быть, человеку просто тяжело эмоционально встречаться с такими детьми, или ему просто нужно сменить отделение, где дети, в общем-то, не тяжелые, как-то выглядят совершенно нормально. Вот, ну и также здесь важно политически, в общем-то, быть корректным в отношениях с государственными органами здравоохранения, с организаторами здравоохранения. Да, вот это очень важная, вот это такая, действительно, тема. Болезненная, да, тема, потому что на самом деле клиника, когда вот мы приходим в новую... Знаешь, ну, ты будешь это все... Да, вот как раз здесь, в общем-то, когда мы впервые встречаемся с новой клиникой, и вот как раз данный слайд, он показывает немножко разные ожидания, да, руководства фондов от взаимодействия с клиникой, лидера, допустим, волонтерской группы, и совершенно другие ожидания от администрации клиники. То есть когда главный врач, допустим, какой-то больницы слышит, что к нему придут волонтеры, у него какие ассоциации, что придут, решат чисто технические бытовые проблемы люди, спонсоров приведут, да, то есть это хорошо. Нет спонсоров, тогда какой толк от этих волонтеров? Решат их задачи. Ну, это не потому что люди ленивые, а потому что им очень непросто сегодня работать, сегодня в тяжелых условиях работает докторат. Вот, также есть, помимо хозяйственных задач, привода спонсоров каких-то, то есть есть и какие-то моменты по закупке дорогостоящего оборудования, да, которые, допустим, врач посылает, посылает заявку, особенно это касается, может быть, каких-то дальних регионов, где просто в бюджете в местном не хватает на это денег. Да, врач надеется, да, да. Я так понимаю, что просто администрация клиники направлена больше на решение вопросов хозяйственного, да, хозяйственного водового? Разные люди. Я просто говорю, вот такие типичные, когда только в клинику свежую мы, скажем так, заходим, и эти отношения в начальной стадии, тогда вот это типичное ожидание докторов здесь перечислено. А как они меняются в процессе вашей работы с ними? Я сейчас постараюсь рассказать. А мы-то, у нас в виде не другое. Наш волонтерский проект, мы заходим вообще за другим. Мы, у нас есть некая миссия, которую мы себе придумали сами, да, о том, что именно детство у детей в больнице не должно прекращаться. То есть ребенок должен быть, опять же, наполнен яркими эмоциями, позитивными. И мы готовы даже включаться и в закупку каких-то вещей на уровне волонтерства. Но это добровольная вещь, да, гарантировать ее сразу невозможно. У них свои задачи, у нас свои задачи. Вот, и здесь, да, и здесь ни в коем случае, я считаю, не нужно идти в конфликт, а нужно объяснять врачам вообще суть волонтерства, суть добровольчества, потому что некоторые задают в начале вопроса, сколько получают волонтеры, там, такие вопросы, да, что человек вообще не понимает, допустим, какой-то, что это просто добровольно. Люди приходят тратить свое время. А зачем они тогда приходят? То есть, ну, вот у них много таких вопросов. И как вы отвечаете на это? Ну, мы жизнью отвечаем, мы просто объясняем, кто приходит. Ну, как психолог вы с ними разговариваете? Я как человек с ними разговариваю, потому что нужно просто объяснить, что вот пришли люди после работы, да, или в перерывах между собственным обучением. Бабушки какие-то, вот есть проект 55+. У нас группы такой волонтерской нет, но у наших коллег, наш фонд входит в союз волонтерских организаций и движений. И там вот прямо есть такое направление, серебряные волонтеры или волонтеры 55+. То есть, это очень здорово, что людям помогают найти реализацию. Но, опять же, здесь таких людей надо серьезно, ну, как-то отсеивать с ними, беседовать, чтобы это были не просто человек ходил ради собственной реализации и все. А мы же для конкретной задачи, у нас есть результат должен быть, да. И когда мы все, ну, когда все складывается как нужно, тогда есть результат. Вот нас иногда спрашивают, что лучше, занятие, допустим, когда приходит волонтер, занятие в группе с детишками или индивидуальное волонтерство. Вот. Мы, ну, вот наш опыт показывает, что гораздо эффективнее занятие в группе. Почему? Потому что мы как раз не переходим грань личных отношений с семьей. То есть, ну, вы, допустим, в зале сейчас вот есть у нас люди, у которых, допустим, есть личный опыт именно как пациента, да, как родителей. Но на самом деле здесь очень легко в эти отношения волонтеру провалиться. В своей среде общается, ему проще открыться, раскрыться, нежели он будет волонтером, который, естественно, он будет старше его. Он не сможет удалиться. А в своей, как в детском саду, он в своей... С одной стороны, да. С другой стороны, понимаете, как он... Просто эта тема, может быть, даже отдельного семинара, но здесь вкратце могу сказать так, что очень важно волонтеру не замещать с собой родителей, да. Есть определенная, так скажем, нравственная работа личностная, которую должен проводить родитель. Иногда бывает так, что волонтер настолько активен, что он даже оттесняет родителей от ребенка. Вот, честное слово, я могу сказать, вот вон в отделениях у нас такое бывало. И потом, особенно если это такой ребенок с редким и тяжелым заболеванием, да, эти связи формируются, которые, в общем-то, на данном этапе и не очень нужны. Получается, если этот ребенок, к сожалению, уходит из жизни, то и в волонтере тоже что-то внутри обрывается. Таких один, два, три, пять детей таких, да, и этот человек уже сам нуждается в реабилитации. Поэтому мы советуем, если волонтер приходит к детям в отделении, то работать сразу вместе со всеми, которые находятся в данном пространстве. И тогда, и малыш все равно, он также отвлекается на эти позитивные эмоции, отвлекается от лечения, какого-то негатива. Вот. Ну, вот этого выгорания уже в этом случае у нас нет. Ну, и говорим о корпоративном волонтерстве, что результат тогда, когда идет именно партнерство бизнеса, организаторы волонтерских групп и администрации клиник. Вот. Ну, это я вас... Моя задача была просто познакомить вас вот с двумя такими направлениями нашей работы. На самом деле, тема-то семинара у нас именно об опыте, скажем так, о подводных, может быть, каких-то камнях управления фондом, да. Поэтому я сейчас расскажу несколько моментов, которые я считал, что для меня важные, а потом с удовольствием поотвечаю на ваши вопросы. То есть, когда мы только создали фонд, я могу сказать, у нас было желание, то есть мы только сталкивались с валом просьб по адресной помощи, да. И мы как себе представляли, что вот есть дети, которые социально незащищенные, им нужно помогать. Каким образом помогать? Видимо, самое правильное – это объявить сбор на их лечение, да, собрать деньги и помочь детям. Ну, первый такой был позыв. Соответственно, мы также понимали, что если есть такая потребность, допустим, организации детских пространств в больнице, то значит, что нужно сделать? Просто найти людей, спонсоров, которые помогут эти пространства оформить. И также найти каких-то аниматоров-художников, которые смогут эти отделения расписать. То есть, вот, скажем так, деньгами решить эти проблемы, при которой мы сами перед собой поставили эти задачи. Вот, поработав какое-то время, да, уже войдя в тему, мы поняли, что это не путь. То есть, я могу уже смело зачеркнуть, именно как первую необходимость прямой сбор на ребенка при решении проблем адресной помощи. И вторая задача, которую мы взяли по организации детских пространств и организации досуга в больницах, тоже мы поняли, что спонсорами эту проблему не решить. Если говорить об адресной помощи конкретному ребенку, да, чтобы ребенок все-таки на выходе получил у нас лечение, то мы поняли, что здесь нужно подходить профессионально. Поэтому был осоздано целый отдел адресной службы в нашем фонде. Мы поняли, что здесь наша миссия, прежде всего, будет именно в организации лечения и в поиске бесплатных возможностей, оптимальных для данного малыша. И здесь уже может быть взаимодействие разных совершенно направлений. Мы отталкиваемся от медицинских потребностей. Соответственно, здесь должны быть медицинские эксперты, его лечащие врачи. У нас в наших консультантах страховые компании, которые нам объясняют, что сегодня входит в обязательное медицинское страхование, а что нет. А скажите, пожалуйста, вот она на уровне высшей власти? Там замена на дженерике, оригинальные препараты. То есть вот этот момент, вот этот баланс. То есть понятно, что всем помочь очень тяжело, но если это будет на уровне нашего... Скажем так, смотрите, первый, скажем так, посыл, когда мы попытались в этой теме разобраться, то есть здесь была просто некоторая разная информация. Допустим, если братёнка отделения, то врачи, как лечащие специалисты, говорили, что дженериками невозможно заменить оригинальные препараты. И мы именно в побочных эффектах будем захлёбываться. На уровне организаторов здравоохранения нас убеждали, что всё-таки другого пути нет сегодня. И нам объясняли, что оригинальными препаратами сейчас невозможно решить данную задачу. Получается, развилось и собственное производство в стране, и дженерики, которые мы закупаем как более дешёвые. Так вот, получается, что мы как фонд, мы здесь не можем, во-первых, решать эти задачи, но мы голос свой подаём. Когда мы поняли, что, помните, пару лет назад был как раз отказ от оригинальных препаратов, и разные-разные фонды подписывали письмо в Государственную Думу, мы были среди, в общем-то, тех фондов, которые работали, видели, скажем так, что именно слышали голос врачей, что это сильно ухудшит здоровье наших детей. Мы себя позиционируем как фонд вне политики. Но, тем не менее, если есть такие потребности, допустим, медицинские, и чтобы мы решали задачу, чтобы ребёнок получал необходимое лечение, то мы, если видим экспертное мнение сегодня, врачи пишут... Врачи пишут, что это нужно, необходимо, пишут письма в Государственную Думу, на локальном уровне. Мы тоже, если видим, что это голос не просто, допустим, частных людей, как частное мнение, а именно эксперты говорят, что ребята, к сожалению, преждевременно отказываются от оригинальных препаратов, давайте будем думать, как нам их вернуть, как закупать, возможность ввозить оригинальные препараты. Это же тоже на уровне руководства страны была эта ситуация решена. То есть здесь голос у нас тоже есть. Но здесь, безусловно, если говорить, допустим, про конкретный город, то здесь должно быть взаимодействие уже с Министерством здравоохранения Российской Федерации. Нужно писать, объяснять, но тем не менее развивать и наше производство в собственной стране. Просто так случилось. Моя первая специальность – это были как раз химическая медицина. Я проработал несколько лет в Институте кровезаменителей гормональных препаратов, поэтому тему эту я знаю изнутри. То есть качество наших препаратов, как их нужно, мы чистили, чем мы можем быть лучше западных образцов, а чем хуже. Но я могу сказать, что в принципе многие наши препараты, они не хуже западных, но именно, скажем так, содержание рабочего вещества и содержание примесей, оно, к сожалению, бывает различным. И еще очень важно, чтобы конкретный препарат, скажем так, одна партия ничем не отличалась от другой. То есть здесь вот стабильность производства. Но тем не менее мы же сегодня работаем в тесном сотрудничестве с западными фирмами, и наши заводы, целые линии строятся в нашей стране. Поэтому я думаю, мы сегодня сильно продвинулись в сторону улучшения именно собственного производства. Поэтому просто единственное, что развивая собственное производство, конечно, было бы здорово, если бы мы не отказывались от западных каких-то препаратов. Но это в принципе сейчас не наш вопрос, который мы обсуждаем. Я просто вам говорю о том, что мы поняли, что к решению задачи, что ребенок получил лечение, не нужно просто сразу это задавливать прямыми сборами на этого ребенка. Попробовать нужно организовать лечение, помочь ему в этом. Мы здесь тесно сотрудничествуем. Росфонд, есть крупный Росфонд. Да, это один из фондов. Кто с ним дружит? Мы, в принципе, входим в организацию, которая называется «Все вместе». Это организация прозрачных фондов, которые ведут... Прямой сбор на карты? Нет, на лечение. На лечение, да. И имеется в виду, вот знаете, как прямой сбор, в том числе просто люди пишут номер банковской карты. Мы такие вещи никогда не используем. То есть мы используем, скажем, задача не задавить эту тему деньгами, а просто именно помочь организовать лечение. Также и организация волонтерского проекта. То есть мы ушли от того, чтобы кого-то покупать. Мы именно научились организовывать желание людей делиться своей доброй энергией. Я прошу прощения, вопрос можно задать? Как вы мотивируете добровольцем помогать своему личному персоналу? У нас нет проблем с этим. То есть нам анкета анкетируется добровольцем, и когда мы говорим, слушайте, вы там специалист по СММ, или специалист по журналистике, фотографии, пожалуйста, у нас это очень последовательно, придите, помогите. Они говорят, слушайте, давайте мы уже бачки вам поносим, еду проздаем, а вот писать текст, вот угольте, вот на работе... Профессиональные уже, скажем, их навыки настолько... Слушайте, ну это бывает так, что и такая мотивация не очень проста, но, как всегда, примером. То есть мы показываем, что это нужно. Первое... Понимаете как, вот тут тоже была такая дискуссия у нас. Например, кто-то все время говорил, давай, помогите нашему фонду, помогите нашему фонду. И вот человек встал и сказал, ребят, вдумайтесь в свои слова, зачем помогать фонду? У вас есть, вы чем занимаетесь? У вас есть определенные подопечные, вы работаете над, допустим, адресной помощью детям. Так нужно тогда помогать, получается, конкретному ребенку. Нужно это транслировать, а не то, чтобы помочь фонду. Что такое, вот, допустим, ваш проект по поводу помощи людям на улице, да? Вы, если будете все время ходить и говорить, помогите нашей организации, помогите нашей организации. То есть ваш голос может быть вполне услышан, но возникает вопрос, давайте дальше, чем вы занимаетесь, да? То есть все-таки нужно спрямлять углы, то есть если... Кто такие, в общем, так, да? Кто такие, кто обращается? Даже не только такие, а для чего это нужно? Кому? Кто нуждается в этой помощи? Как это отследить, да? Так, чтобы нам не смотреть на часы, чтобы попытаться понять по времени. Итак, смотрите, когда, особенно когда деятельность начинается, да, то есть получается, что путь к нашей цели, да, допустим, по организации помощи или просто организации какой-то эффективной работы, он выясняет, что он не такой уж прямой, да, то есть для адресной помощи нужна экспертиза, у работок фондов есть определенные правила, должна быть полная прозрачность, нельзя нарушать этику взаимоотношений с пациентами, с партнерами по организации здравоохранения, с руководством детских больниц, ни в коем случае нельзя нарушать правила конфиденциальности. То есть очень много разных правил выясняется это. И мы сталкиваемся постоянно, что на протяжении всей нашей деятельности, всю дорогу, как говорится, эти углы нам очень просят их спрямить. Что кому-то срочно нужен сбор, да, или коммерческие клиники там продавливают какие-то свои интересы, да, и наш уже адресный отдел выясняет, что это какая-то коммерческая история с такой якобы необходимостью поддержки конкретного ребенка. Бывают желания родителей, они тоже не подкреплены медицинскими какими-то документами, нам тоже все просят, давайте, давайте быстрее. То есть вот как бы прям я бы нарисовал вот эту такую линию, которую нам советуют быстрее уже... Да, да, пройти, спрямить углы и решить поскорее без всяких правил. Но вот без правил не получается. То есть это уже будет нечестная, непрозрачная история, да, в которой мы участвовать не хотим. Также и, допустим, когда мы ищем, обращаемся к помощникам в каких-то сборах наших на, допустим, на адресную помощь, привлекаем блогеров известных, тоже нам говорят, просто опубликуйте карту этой семьи, мы быстро соберем эти деньги, мы объясняем, почему этого делать нельзя, что это непрозрачный сбор, мы не сможем контролировать расходы по этой карте. А главное, мы же как фонд, мы, включаясь в эту историю, мы несем ответственность за этот сбор, а мы не можем нести ответственность за неизвестный сбор на его карту. Ну, в общем-то, это то, что я хотел сказать, то есть важно, чтобы вы, чтобы вы, ну это просто такая будет нашей заставкой, чтобы вы просто не предавали, с одной стороны, свою миссию, да, с другой стороны, не нарушали те правила, которые вы сами себе установили. А это сделать очень легко, то есть постоянно на каждом этапе будут искушения, чтобы отказаться от собственных правил, отказаться от того, что наработано многие годы. У меня, например, лично были такие истории, когда, допустим, звонит семья, и я эту семью знаю. Ну, так бывало, да, что вот срочно нужно действительно человека собрать на лечение. И конкретно это редкое заболевание невозможно было вылечить силами той клиники, в которой ребенок наблюдался долгие годы, и все понимали, что, скорее всего, речь будет идти про какую-то зарубежную историю. И я вот говорил, слушайте, давайте, ну приходил к своей команде, говорил, давайте поможем вот в этом сборе, быстрее, я этих людей знаю. И вот наш адресный отдел стоял насмерть, девочки говорили, не можем мы пойти на то, чтобы нарушать собственные правила, которые на протяжении многих лет мы создавали, да, то есть тогда, извини, если вот так ты продавишь своим директорским решением, что этому ребенку нужно помочь, не дожидаясь документов, то значит, мы положим тогда трудовую книжку на стол. То есть речь идет о сборе, о прямой сборе на карточку, Нет, нет, мы все равно этим не занимаемся, но чтобы быстрее там, ну словно говоря, я знаю этой семье, что она малоимущая, я знаю, что у них нет там папы в семье, да, знаю, что ребенку необходимая помощь будет, но пока они будут эти документы собирать, да, то есть здесь мы, конечно, можем помочь и объяснить, что это недолго, то есть документы на самом деле собираются один-два дня, но просто мне казалось, что я могу просто, допустим, зайти в фонд, сказать, ой, девчонки, знаю этих людей, давайте быстрее уже. Нет, ну безусловно есть, мы гарантийными письмами пользуемся, смотрим, если ребенок уже в реанимации лежит и видно, что это малоимущая семья, то есть, конечно, дело в том, что когда мы долго работаем, то уже и врачи с нами на связи, порой часть просьб приходит от самих докторов, когда они видят, что ребенку нужна нестандартная помощь, которая выходит за рамки ОМС, а родители не могут это потянуть, они уже сами нам звонят, именно от них первая просьба, а далее уже мы просто подтягиваем те документы, которые необходимы, но стараемся, есть правило, что мы все-таки эти документы собираем, мы не можем от этого отойти. Ну чуть позже они придут. Ну они придут, да, но здесь уже нужно смотреть адресно. Ну да, это человеческий фактор, все равно присутствует везде и в Америке. Да. Вот такой вот опыт. А в планах развития, что вы хотите открыть, как в своем фонде? Может быть, у вас какое-то новое есть направление, которое вы будете развивать? В планах развития мы бы хотели развивать свой фонд не просто как, допустим, фонд, который работает с волонтерами, а чтобы мы развивали его как волонтерский центр, чтобы мы могли свой опыт взаимодействия там со студенчеством, с людьми с активной жизненной позицией, с молодежью, но в том числе, может быть, эти волонтеры 55+, чтобы эта работа была далее структурирована. Нам бы это хотелось. Мы бы хотели работать с бизнесом, чтобы мы, скажем так, легче был, меньше был тот барьер, который нам приходится каждый раз объяснять, преодолевая вот эти все вещи, которые мы до этого говорили. Прямой сбор, быстрая помощь и так далее. То есть мы за системный, качественный подход. Он, к сожалению, не всегда быстрый. Как вы справляетесь, чтобы не допустить вот этого национального выгорания? Как вот именно вы выходите, когда вот у вас, вы понимаете, что вот все, вы на грани? Что вы здесь очерпаете? Где? Ну, мы вообще-то очень много юморим в своей команде, то есть у нас все на юморе, то есть это может быть немножко нервно. Я стараюсь быть один большее время. Ну, в смысле, вот мне разгружает именно то время, когда я один. Получается, по дороге на работу я стараюсь. Вот сейчас на меня ругаются мои ребята в команде. Я просто хожу, вот допустим, мне сегодня нужно было много всяческой информации написать. То есть я уединился и писал это в одиночестве. На меня сердились, что вот тебя нет, а нужно, то есть команде. Я не стал долго объяснять, что мне, чтобы просто нужно сосредоточиться, чтобы это написать. И вот я стал убегать в такие вот какие-то себе островки, такие уединения находить. Ну, отпуск у меня вещь редкая. Скажу, вот очень радостно, что семья поддерживает. То есть они очень толерантно относятся к тому, что происходит. И жена, ну, тоже, в общем-то, много пережила здесь. И она мой духовный вдохновитель, идейный вдохновитель, чтобы вот какие-то проекты. И она умеет людям объяснять нашу миссию. То есть я могу сказать, что многие наши жертвователи, именно друзья фонда «Кораблик», это именно многие из них, это те люди, которые пересекались с нашей семьей, которым она объяснила эту задачу. Что детям нужно помогать именно в больницах, создавать им какие-то яркие пространства. И вот потихонечку, слово за слово, люди стараются знакомиться с нами, становятся жертвителями или приходят волонтерами. То есть то, что семья поддерживает, это очень здорово разгружает и бережет от этого выгорания. Потому что бывает такое, ну, все мы люди, да, когда у тебя в фонде какие-то череда каких-то неприятностей, на другом фронте что-то тяжело. Здесь непонимание, допустим, с администрации больницы ты возвращаешься домой. И тут ты понимаешь, что там вот ты куча каких-то обещаний своих собственных, там как мужчина не-то сделал, это забыл, в магазин не сходил. И уже когда мы там ругались, там, не думаю, что это какая-то там секретная информация, наверное, у всех бывает такое, что говорят, ну, конечно, очень просто помочь там десяти чужих семей, да, в то время, когда у тебя тут там углы, там, где-то что-то не убрано, а ты обещал полку прибить, это не сделал. То есть очень удобно быть хорошим для других, да, и забывать про свою семью. То есть я стараюсь, конечно, как-то это распределять. Какие сложности есть? Какие-то сложности, которые мне придали, по которым вот тут только время у вас получается проводить? Какие-то там аксессионные моменты? Постоянно. Постоянно сложности. То есть мы все время преодолеваем. У нас ничего не было легко. То есть поначалу не было никакого взаимопонимания с клиниками, да, непонятно было. То есть организация обозначала сбор, то есть мы верили каждой потребности. Клиника какая-то, допустим, выставляла счет, мы верили, что он такой достоверный. Потом нам в этот счет тоже пытались понапихивать разные позиции, за которые мы даже не брались в гарантийных письмах. То есть мы учились работать, но это прошло сколько лет уже, там, фактически 10 лет такой работы. Сейчас мы понимаем, что должна быть во всем экспертиза, доверяй на проверяй и потребности. То есть мы стараемся работать в дружбе с государством и, в общем-то, решать вместе задачи. Они в своем и в своем. Это будет услышанное просто, да. А сложности непосредственно с руководством тех линий, в которых вы работали, были там? Пока доверие не появилось. Появилось сейчас доверие, нам стали доверять. Они видят результаты нашей работы, видят, что сборы наши честные, видят, что дети получают, допустим, если идет, допустим, операция бесплатная, нужны ребенку какие-то редкие специальные конструкции, допустим, которые не покрываются полисом обязательного страхования, видят, что мы собираем быстро и эффективно. Ребенок получает это лечение. Оборудуем игровые, приходят волонтеры, детям подарки волонтеры и собирают, и дарят. То есть все это организовано правильно, без инцидентов каких-то в больнице нет негатива. Соответственно, уже мы преодолели вот этот барьер недоверие, да, и это уже позволяет дальше какие-то задачи решать вместе. Вначале все очень сложно, а все нет. Врачи всегда все говорят, нет, нельзя. Почему, вот я даже хотел сделать такой слайд, чтобы вы мне, может быть, объяснили, почему это все не получится. Каждая из этих позиций. Я могу вам, хотите, вот сам любую позицию взять и объясню, почему это невозможно. Вот прямо вот по позициям. Да по всему, вот вообще, все это невозможно. Невозможно. Ничего, не зная из этих позиций, я могу вот рассказать прям невозможно. Невозможно ни больницы раскрасить, там сделать яркими, ни собрать. Все возможно. Я могу вам объяснить, почему это вообще в принципе невозможно. Просто другое дело, что это нужно преодолеть. А если это не в качестве... Ну, как позицию, я могу занять такую позицию, что это невозможно, понимаете. И каждый человек вот часто занимает такое, это нельзя, ничего не получится, нас не поймут. Это все. Но нужно быть активными, дружить, взаимодействовать правильно с администрацией клиник, объяснять, прозрачно, во-первых, работать, да, прозрачно работать, тогда уже видят ваши результаты, и все получится, тогда все возможно. Приходилось как-то через верхушку, вот, через верхушку? Ну, на самом начале, в самом начале, у нас просто это не секрет, вот мы, у нас была инициативная группа по созданию, модернизации как раз Морозовской детской больницы, и именно мы построили, ну, я говорю, мы построили это, потому что я был в этой группе, и чувствую это как вот тоже какое-то детище свое, да, что был создан новый корпус Морозовской детской больницы, это, ну, тоже встречало непонимание на всех этапах, что это невозможно, да. Я имею в виду, что при осуществлении вашей деятельности в больнице, что врач, например, какую-то категоричную такую точку занимал, что вам приходилось там через департамент мы не давили на врачей, нет. Я слышал о таких ходах в других фондах, что, допустим, фонд, то есть яркое непонимание, и уже там через департамент, то есть уже удалось руководству фонда договориться с департаментом там здравоохранения Москвы, там чуть ли не через какие-то околопрезидентские структуры решались вопросы, но мы как-то дружим. То есть вы им всегда любите? Да, мы дипломаты хорошие, видимо. Понятно. Тут стоит поучиться этому, наверное, на... Ну, просто не пытаться, знаете как, можно же, как тебе говорят, нет, можно занять радикальную позицию и обидеться. Ах, нет, так нет. Но я себе вот, например, всегда вспоминаю про свою, допустим, миссию, мы очень хотим, чтобы ребенок получил лечение, а больница сменила свой облик на яркий детский объект. То есть вы личным эмоциям не мешаете двигаться? Да, я считаю, что это важнее, то есть я, как говорится, вытрусь и пойду дальше. Ничего страшного. Ну, то есть... Вы долго это поучились? Долго. Долго, да. Ну, потом, знаете, это может быть минус, вот мне тоже сегодня там коллеги немножко, мы по-хорошему ругались в одном моменте там, и я понял, вот просто говорю, как недостаток. То есть я на раннем этапе как-то и чувствовался и позиционировал, как такой неамбициозный человек. На самом деле для фонда это не очень хорошо. Руководитель фонда должен быть амбициозен, и тогда его фонд будет ярче. А так мы вроде бы, понимаете, делаем свое дело, но есть люди, которые умеют о своей работе ярко рассказать, ярко показать. Там не столько эта работа, сколько ярко сам рассказ. То есть мы к таким не относимся. То есть мы действительно такие полевые лошади, можно сказать, то есть мы делаем свою работу, не особо это афишируя. Это я воспринимаю как недостаток, здесь нет гордости. То есть надо уметь свою работу показать. Было бы здорово и работать, и показать ярко. Понимаете? А мы пока вот куда-то завалились в то, что мы делаем свое дело, и делаем это тихонько. Надо быть ярче здесь.